Я буду шить одежду. Против какого убийства? Вот что вы демонстрировали во время этой акции? Во время этой акции мы демонстрировали реалии меховой индустрии. Так. То есть это была такой спектакль, инсценировка, что девочка одна изображала лисичку. Вот ее там убили, сняли шкуру, и потом покупатели за эту шкуру дерутся, но в конечном итоге купили. Вы были когда-либо на охоте? Нет. Вы понимаете людей, которые охотятся? Ну я понимаю северноамериканских индейцев, я понимаю чукчей, а так нет. Я какое-то время жила в Америке, там, конечно, законы по части защиты животных намного лучше, чем у нас. Я знаю, что многие дизайнеры знаменитые отказались от мехов. Я знаю, что американские потребители сознательно делают выбор не покупать натуральные меха. И даже как-то в Америке был скандал, что натуральные меха выдавались за искусственные, а потом люди купили, и был скандал, потому что они изначально не хотели покупать натуральные меха. Например, знаменитая Памела Андерсон, она ярая защитница животных. Она натуральных мехов не носит. Она натуральных и грудей не носит, извините. Какая разница? А у вас все к одному. Так, пані Валентимовна, як нам бути, як нам зберегти це в 21-му столітті, як нам знайти баланс між природою і людиною? Законы. Законы должны приниматься, і законы должны действовать. І те, хто принимаєт ці законы, вони должны понимати, ради кого вони ці законы принимають. Не ради своєго тщеславію, не ради самоутверждення, не ради покорення памирських гор, а ради будущей жизни своїх поколений, дітей.